Мы приехали на экскурсию в парк Рододендронов, смотреть на цветущую червоную руту на Шухаево-Чераме. Суббота, 13 июня 2015 года. Сейчас Наташа нам будет рассказывать, но я тогда по-русски буду рассказывать, чтобы все в сирпонии, наверное. У нас есть такие, которые вы украинские не понимаете? У нас в районе, например, не говорили по украински. Я не украинский, не русский. 50% Ты внимательно слушай, потом вопросы будут задавать. Домашнее задание. Да, да, да. В Хессингском университете был такой проект по выведению альпийских роз, которые будут хорошо себя чувствовать тут в северных странах. В 1975 году, в 1975 году, получилось так, что в результате этого проекта они вырастили 14 тысяч саженцев. Земли университета не было, оранжереи были уже все переполнены. И руководитель этого проекта, Питер Пигерстен, обратился к главному садовнику города Хессинге с просьбой найти какое-то место. Главный садовник, сейчас посмотрю, как его зовут, Петтика Юранде. Если я помню правильно. Он, значит, очень-очень загорелся этим делом и нашел вот это вот место. Это место был лес. Оно немножко заголочено. Именно то, что рободендронный лист. Вот. И они начали высаживать. Сюда в 1975 году три тысячи саженцев. Рободендронный. Из них не все перезимовали, но большая часть тут прижилась. Остальные тысячи саженцев развезли по всей Финляндии. То есть их высаживали во всех других городах и местах. Этот парк был... Да и по Хессинге тоже есть. И по Хессинге. Есть, есть. Я тоже бачу. В Хессинге высаживали уже потом вот эти вот, которые тут, когда уже закончилось вот этот вот... Парк уже перестал быть как опытное хозяйство. Хозяйство, да. Вот. Остался просто парком. Ну и еще в результате этого же проекта у них получилось ну полторы тысячи еще саженцев азалей. Которые высадили на вторую половину. То есть парк делится на две половины. Первая половина вот рододендроны, вторая половина азалей. Так. Чего еще я хотела сказать? Да, 1500 видов этих азалей. Значит, когда мы говорим о обычных рододендронах, мы называем рододендром. Мы имеем в виду вот как раз вот эти вот, правильно? Вот эти. Азалей это тоже рододендроны. Да, давай. Это, я? Это называется рододендрон. И ходит как подрод и азалей. Биолог знает и азалей и рододендроны. Те, которые вот продаются как раз вот именно на Рождество покупаются. Ну что, как оказали. Это тоже рододендроны. Ага. Вот. Значит, тут высадили они очень много видов, которые в результате скрещивания у них получились. Тут есть рододендроны имени Питера и Герстеда. Потом еще один сорт рододендронов, который вывели и назвали в честь Хельсинского университета. Университет было 350 лет. В честь этого садовника. И у Ранды тоже есть вот такие сорта. В общем, все посмотрите. Рододендроны в основном, у тех, кто не знает, кто не читал, они любят там, где очень много влаги, где есть влага. В горах они там вот в Тибет, Гималай, Китай, Корея. В Карпатах тоже есть. В Карпатах в Украине есть два вида рододендронов. Рододендрожелтый и еще рододендр карпатский. Вот рододендр карпатский, кто мне скажет, как он называется? Червонарута. Молодец. Да. Червонарута. В Филляндии есть два диких рододендрона. Один, значит, в Лапландии. Это рододендрон лапландский. И второй, очень сильно пахнущий рододендрон. И раньше там они в церкви срывали этот пахнущий рододендрон, украшали церкви, чтобы народ не засыпал на службу. Ага. Ну да. Потому что запах такой стоит, поэтому народ и не засыпает. Значит, рододендроны любят очень полозатемненные, они растут полозатемненных местах. Корни у них находятся очень близко к поверхности. Корни у них очень такие вот крупные. Живут они в симбиозе, то есть вместе с грибами. Это гриб. Как раз у них там вот на корнях живет. Не те люди, что мы собираем грибов. Друзья, грибов. Я думала, мы тоже надо было взять. Вот. И этот гриб, значит, дает возможность рододендрону переносить хорошо засуху и жиру. Плюс ко всему он берет еще питательные вещества из земли. И таким образом в таком симбиозе они все равно. Да. Раб получается гриб, а укроп получается рододендрон. Ветки тоже у них очень хрупкие. Вот. Но они очень хорошо выдерживают. Выдерживают обрезание, скажем так. Потом выращиваются новые всякие разные ветки. Значит, проект этот, который, естественно, университет делал в 70-е годы, они делали вместе с... Питер Пидерстет вместе с... Есть такое, называется, Арбуретто Мустило. Находится он недалеко от Ковола. Очень шикарное место, очень рекомендую кому это сделать. Значит, поскольку саммит Пидерстета очень знаменитая семья, они арыскотранны из Швеции. Переехали, когда Швеция была в Швецию, они переехали с нас. Вот. И у них там очень много было и советники королей, и генералы, и следователи. В общем, семья очень такая знаменитая. И вот в своем имении, там, в Мустило, дед Питера Тигерстета, в этот раз решил, вот, хорошо бы посмотреть, как войные растения со всего мира тут будут жить фемляне. И начали они засаживать. Значит, войными деревьями. Отец Питера Тигерстета начал уже заниматься рододендрами. И вот на основе того рододендрова, который он вывел там, который так и называется, рододендрор Тигерстета, этот рододендр выдержал 43-градусный мороз в зимней волне. И на основе этого рододендрова, это было как материнское растение, его опыляли уже другими видами, которые там привозили из Канады, из других стран. И в результате этого вот получились всякие разные страны. А есть какие-то театральные? Сколько здесь сортов собрано? Вот я не смотрела, я знаю, я почитала тут 5-6 точно таких, с которыми перепутаешь, и очень много низких. Я не смотрела, честно, но я и не встала с ними. Вот если хотите в Мустила поехать, там у них тоже есть участок Родендророна, тоже очень красивый. Там где-то вот арборет, там где полно деревьев, вот компойные из Сибири, из Канады. Огромные, огромные захотелы, там 32 метра дерева, 50 метров дерева. И там очень приятно гулять. Единственное, что там пукла, конечно, они уже пуклы поддерживают. Да. Ну вот здесь, да, собрались. Вот, и это самое. И там очень приятно. По 8 евро стоит вход. Бывают у них там какие-то концепты они проводят, у них там бывают такие вот, типа два человека по цене одного. Ну вот, ну место, место очень приятное. Плюс они там, у них есть еще, значит, сад. Не сад, а специальная территория, где они выращивают саженцы, потом их продают. Ну и плюс каталог, каталоги, там народ заказывает. Ну что, начинаем, значит. Тут ремонт, когда был Костя, когда в ПТС вот ремонт, вот они ремонтировали вот эти вещи. Вот, вот эти вот дорожки были отположены именно потому, что местность заболоченного. И можно обладить и посмотреть. Значит, вот центральная аллея, вот это вот, первое, вот это вот, вот это вот, вот это вот, мяско-площадка по Дендрону. Есть две смотровые площадки. И вторая половина, вот там, как раз там по форме. Булка? Да. Вот, вот выставлены от лавы. И, по-моему, в 2010 году они здесь еще сделали, начали высаживать гортенции. Парк большой, парк хороший. Ну, написали, что высаживали, да. Да, я тоже. И поедем по-моему. Может. Кататься.